Бисмиллах. Установка на телефоне вместо гудков мольбы, дуа, Корана или Азана. Вопрос. Каково решение об услуге гудок? Я имею ввиду установку вместо гудков какой-либо мольбы или Корана или Азана во время звонка. Ответ. Хвала Аллаху. Эта услуга дает возможность выбрать любой звук, который слышит только звонящий. Некоторые люди выбирают, чтобы это было чтение Корана или Азан или мольба или полезный нашит. Некоторые выбирают, чтобы это была песня или музыка. Изначально нет ничего плохого в использовании этой услуги, если будет выбрано что-то дозволенное или полезное. Однако нельзя выбирать в качестве замены гудков музыку или безнравственную песню, так как музыка и подобные песни запрещены. Что же касается того, чтобы выбрать вместо гудков чтеца, читающего Коран, то это один из видов пренебрежения и неуважения к Корану. Всевышний Аллах не спасал Коран для чтения, размышления, поклонения и для того, чтобы действовать на основании его. Слова великого Аллаха превыше того, чтобы включать его для заполнения паузы или звонка. Также это касается и Азана. Он был предписан для призыва к лучшему и важнейшему поклонению в исламе – молитве. Посему к нему следует уважительно относиться и не использовать для этого. Что касается мольбы, то вопрос с этим легче. Шейха Салиха Альфа Азана, да хранит его Аллах, спросили, что вы скажете о том, чтобы поставить на телефон вместо музыки Азан или чтение священного Корана? Он ответил, это проявление неуважения и пренебрежения к Аллаху, поминанию Аллаха и к Корану. Их не следует использовать вместо звонков, не следует использовать Коран вместо будильника. Могу сказать, что это лучше музыки, но разве ты обязан использовать музыку? Оставь музыку, поставь какой-нибудь звук, в котором не будет ни музыки, ни Корана. Только звонок, будильник. Аллах знает лучше.